Приветствую вас, Дарья. Я думаю, что именно поступить вы можете следующим образом. Я думаю, что лучшим решением для вас в плане поступить было бы обратиться к психологу лично и поработать над своими обидами, которые у вас есть над тем, как вы воспринимаете свою подругу, что у нее, у подруги, ну, получилось, грубо говоря, вас задеть, и вы, получается, ну, нуждаетесь вот в ней, да, то есть вот у подруги вы нуждаетесь, вот, то есть с чем вот связана эта нуждаемость конкретно, да, вот, в чем, в чем именно вы нуждаетесь, в чем конкретно вы нуждаетесь, это вот такой достаточно важный, мне кажется, момент, вот, и определить его было бы весьма-весьма хорошо для вас, для вас. Вот. Дальше, значит, если по поводу того, что, как вам поступить. В основном, вопрос по поводу того, как поступить, ну, честно говоря, не совсем понятен. Да? То есть, как поступить, чтобы что. То есть, вы подруги своей написать хотите или как, или что. То есть, вот, не очень понятно, что вы здесь имеете в виду. Вот. Опять же, советов психологи не дают. Вот. Мы-то, как психологи, помогаем себе разобраться больше, а не советы давать. Поэтому тут-тур вы обратились немножко не по адресу. Вот. А, значит, да, это, скорее всего, залип. Вот. Но тут еще есть такой момент, что подруга, она, могла просто идти, пытаться идти с вами вровень. Вот. Вот, и когда у неё это перестало получаться, вот, ну перестало получаться идти с вами в ролик, она просто-напросто вот могла это воспринять точно как такой, знаете, ущерб для себя и из-за этого вам предстать общаться. То есть не из-за того, что, знаете, что вы типа, ну вот, что вы вот как какая-то, да, не такая там и прочее и что-то. Вот, а именно из-за того, что вот, перестало чувствовать, что вы на, как бы, ну на одной волне, вот такая вот, что вы как бы идёте вместе, вот. Дальше, значит, так, сама это общение отвечало с ненустью и злобой, а я попала в аварию, она узнала, даже не спросила, как я, она была. Я ведь относилась к ней от чистого света. Ну, знаете, я, наверное, вот не сказал бы, что вы к ней от чистого света относились, потому что если бы относились к ней от чистого света, то, на мой взгляд, не было бы таких у вас мыслей, таких обид, обид не было, не было бы. Вот, раз обиды есть, значит, значит, вероятно, всё-таки там не совсем от чистого света. Вот. Ну, это вам в любом случае не обвинение, да, не в обвинении я говорю, а это я говорю исключительно вот с такой позиции, с позиции как бы отделения, с позиции депрессирования, если можно так выразиться. Вот. Потому что, ну, момент, на момент такой достаточно важный. Вот. А дальше, значит, как думаете, как вам поступить? Да, надо проанализировать ваш счет, владелить обиды, решить свои внутренние конфликты. Дальше уже, я думаю, поймёте далее, как вам поступать. Ну, в этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. И ещё бы рекомендовал проанализировать развод, потому что разводы случайно не происходят. Вполне возможно, что в текущих отношениях вы тоже можете совершить ошибки, те же самые, что и браки. Это тоже нужно профилактику провести, чтобы отношения не распадались. Вот. С этим мы делаем на психотерапии. Обращайтесь. Вот. Всего вам ещё раз самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин